Среди тех, кто заболел коронавирусом, оказался и известный правозащитник Джохар Утибеков. Адвокат и его семья уже неделю получают лечение. И сегодня нам удалось выйти с ним на связь. Добрый вечер, Джохар. Добрый вечер, Аскар. Как вы себя чувствуете сейчас? Сейчас гораздо лучше. Можно сказать, что я почти выздоровел. Ну, если не считать там остаточных явлений, пневмонии, там мне предстоит дальнейшая реабилитация. Но в целом состояние у меня сейчас уже хорошее. Это очень радует. Скажите, вы сами до того, как заболеть, соблюдали меры предосторожности? И какие симптомы были у вас? Да, разумеется. Более того, как только президент объявил режим ЧП, я даже не дожидаюсь ввода карантина, уже перестал ходить на работу, встречаться с коллегами, клиентами. И тем вдвойне мне обиднее, что наша семья заразилась. И мы, к сожалению, не имеем ни малейшего представления, где и как это могло произойти. А что касается первых симптомов, то у меня все началась, картина клиническая такая довольно необычная. У меня было мелкое недомогание, влажный кашель с мокротой. И небольшая заложенность носа, может быть, совсем-совсем легкий носок. Это было первые два дня, а вот на третий день температура у меня уже поднялась. И все больше стало болеть горло. И в ночь на четвертый день, получается, у меня уже была очень высокая температура, где-то около 40, и сильнейшая лихорадка со знобом, даже с предом. А вот как сейчас чувствуют себя ваши, ваша семья, супруга и дети? У них симптомы легкие. Два-три дня у жены была такая небольшая температура, но при этом такая у нее была сильная ломота. А для тех, кто не верит в существование коронавируса, что вы можете сказать? Коронавирусная инфекция, вне всяких сомнений, гораздо опаснее любого сезонного гриппа. Я вижу, слышу, слухи доходят о пациентах в этой же больнице, которые находятся в более тяжелом состоянии. Понятно, что мне нет 40, и я там полегче переношу пневмонию. Даже сейчас не знаю, какие последствия пневмония понесет для моих легких, не останутся ли, не будут ли у меня последствий, там, фиброзные изменения. Этого я никому не пожелал бы. Поэтому, конечно же, даже молодым стоит себя беречь, поскольку неизвестно еще, какие последствия от коронавирусной инфекции у них останутся. Спасибо. Мы желаем вам и вашей семье скорейшего выздоровления. Субтитры подогнали Симон.